Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я, Екатерина Стихина и обзор азиатской сессии от 6 июня. После своего вчерашнего роста и ухода Уолл-стрит в минусы, акции Азиатско-Тихоокеанского региона начали вторник несколько вяло, за исключением фондовых рынков Гонконга и Японии. Японские активы по-прежнему очень популярны среди иностранных инвесторов благодаря слабой иене. В результате индикатор Nikkei снова торгуется на самом высоком уровне за более чем 30 лет. В целом же глобальные рынки акций предпочитают дождаться итогов заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится на следующей неделе. В период информационной паузы спикеры американского Центробанка не могут комментировать поступающую статистику, поэтому инвесторам приходится ориентироваться на собственное видение ситуации. Однако по-прежнему подавляющее большинство, три четверти рынка, считает, что ФРС все-таки прервет серию повышений процентных ставок и сделает паузу. Согласно инструменту, Федботч Тул их число на утро вторника составляло уже свыше 75%. Поскольку рынки выжидают, волатильность многих активов сегодня резко упала. А индикатор движения рыночных цен Index Weeks утром вторника зафиксировал самый низкий уровень с ноября 2021 года на отметке в 14,7%. Главными аргументами в пользу паузы стали резкое падение деловой активности ISM Services и рост производственных заказов вдвое ниже прогнозов. Кроме этих и других отчетов, на следующей неделе будут опубликованы ключевые данные по инфляции в Соединенных Штатах. И они могут очень существенно повлиять на окончательное решение регулятора по ставке в июне. В отличие от фондового рынка, индекс доллара США сегодня торгуется очень волатильно, но при этом стабильно падает по отношению к шести валютам-аналогам внутри дневного диапазона между отметками 130.80 и 104.00. Американец в начале вторника развернулся и перешел от консолидации к снижению, как раз на фоне слабой экономической статистики. Так как последние данные вызвали некоторые опасения по поводу устойчивости экономики, вместе с долларом снизилась и доходность казначейских облигаций США. В азиатскую сессию коррекционный откат гринбека набрал обороты и прорвался ниже важной ключевой поддержки на 104 пункта, но затем восстановился в область цены 103,9 пункта. Теперь индекс доллара находится очень близко к уровню поддержки на уровне 103,4, это минимум 2 июня, а также техническая линия в 102,9 пункта. Первое важное сопротивление быки по доллару могут встретить в области максимальной цены конца мая, это уровень 104,6 пункта. Держится на торгах в Азии в области внутридневного дна около уровня 139,30 и курс японской иены к доллару США. Хотя по правилам рынка на фоне роста акций валюта страны обычно снижается, и Япония умеет ломать стереотипы. Пока акции японских компаний разлетаются на бирже как горячие пирожки, спрос на иену тоже растет. В результате ее цена к доллару США упала сегодня в область отметки 139,10 и продолжает бороться за понижающий импульс на дневном таймфрейме. В диапазоне между уровнями 139,00 и 139,70. В случае продолжения роста быки по паре могут встретить барьеры на уровне в 139,70 и психологическая линия в 140,00 за доллар. Однако сегодня, похоже, ведущей в паре будет все-таки иена. Ее курс может укрепиться ниже технической линии в 138,70 и даже протестировать область котировки в 138,00 за доллар. Дело в том, что Банк Японии может провести свою первую в этом финансовом году скрытую интервенцию на валютном рынке. Чтобы удержать инфляцию выше 2% уровня, японский регулятор последовательно накачивает экономику страны ликвидностью. Устойчивая инфляция должна подпитываться устойчивым общим спросом и ростом заработной платы. Для этого Центробанк страны сохраняет свою ультрамягкую политику. Но рост цен в Японии во многом зависит от внешних факторов – стоимости сырья и топлива. А на фоне агрессивных или непредсказуемых действий других монетарных регуляторов, волатильность иены угрожающе растет. Поэтому ожидается, что Банк Японии постарается обеспечить ей некоторую подушку безопасности, для чего и использует свои запасы в долларах для покупки иены. А тем временем Резервный банк Австралии свою интервенцию сегодня уже провел. Причем не скрытую, а очень даже явную. Австралийский регулятор неожиданно для рынков снова повысил базовую ставку на четверть пункта. И не исключил при этом дальнейшего ужесточения, так как инфляция в Австралии все еще стабильно высокая и далека от целевых 2,3%. Это решение стало 12-м по счету, а стоимость заимствований подскочила до самого высокого уровня с апреля 2012 года. Причем сразу после неожиданного объявления регулятора выступил казначей Австралии Джим Чаумерс. На своей пресс-конференции он заявил, что правительство не ожидает рецессии в экономике. Однако мы помним, что австралиец гораздо более чувствителен к внешним факторам. И сегодня среди таких катализаторов основное влияние, похоже, имеет перспективу повышения процентной ставки Федрезервом США и дипломатических переговоров между США и Китаем. Перспективы эти пока непредсказуемы, поэтому ОЗИ после оптимистичного роста в область котировки 0,6688 перешел к более сдержанной позиции внутри дневного диапазона между уровнями 0,6610 и 0,6685. Кроме того, растущая в начале недели нефть тоже сегодня сбросила обороты и потянула за собой вниз сырьевые валюты, поэтому, как видим, рост пары австралийского и американского долларов в конце азиатской сессии больше походил на консолидацию в области котировки 0,6660. Новозеландец сегодня тоже несколько укрепился за компанию с ОЗИ. Курс Киеви цепляется за умеренный рост ниже 0,6100 и консолидируется в ценовом диапазоне между уровнями 0,6070 и 0,6101. Таковы основные новости азиатской торговой сессии на этот час. Мы внимательно следим за ситуацией на рынках и снабжаем вас актуальной информацией и аналитикой. Ждем ваших вопросов и комментариев. Спасибо вам за внимание и до следующих подключений к ИнстаФорекс ТВ. Увидимся!